Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я только что встала и я проспала на самом деле, потому что сегодня ко мне в гости придёт моя однокурсница Аиша. Мы снимем для вас мукпанк. Вчера вообще целый вечер болтали с ней по телефону, так угорали, вспоминали моменты нашей молодости, так скажем. Вот, я должна была встать пораньше и убраться в комнате, потому что у меня здесь такой бардак, так что мамы не горюй, гостей, конечно, так принимать нельзя, а влог снимать и показывать, в каком состоянии у меня комната, можно, почему нет? Для начала я пойду мыть голову. Вчера сделала маску специально для перхоти, ай, больно. В общем, когда я делаю эту маску, у меня перхоти не бывает, но, к сожалению, уже последние две недели я её не делала, поэтому опять появился снег на голове. Сейчас нужно пойти и смыть эту масочку. Часто подписчицы спрашивают у меня, как я добилась такой длины, как я ухаживаю за своими волосами. Всё предельно просто. Самый обычный шампунь, максимум это кондиционер и один раз в неделю какая-то масочка. Какого-то особенного ухода за волосами у меня нету. Всё как у всех. Беру шампунь Клэр, в последнее время только им и пользуюсь, так как именно с ним у меня волосы дольше остаются нежирными. Так, всё, помыла голову. Девчонки, мне папа отправил фотографии Серёжи, которые я заказала с Амлайта, он уже их получил. Я сразу спросила насчёт застёжки, он сказал, что застёжка тоже очень хорошая, вот так они выглядят. Мне кажется, очень мило и красиво смотрится. Папа в восторге от серёжек. Начнём с этого. Там аметист и маленькие бриллиантики. И стоила эта красота мне со всеми-всеми скидками, бонусами, которые у меня есть, эти серёжки обошлись 8091 рубль. Папа решил, что это будет подарок мне на день рождения, поэтому с моих денег не стал вычитывать, а просто подарил мне вот такую вот красоту. А ещё с Амлайта мне подарил какое-то украшение. Как я поняла, что это бижутерия, это даже не серебро, но всё равно мелочи, да и приятно, почему нет. Единственный момент, который мне не очень понравился, почему-то всем дают их украшение в коробочке такой, а мне дали просто в мешочке. Это, конечно, не очень приятно, но да ладно, всё равно я никому дарить это не собираюсь. Я уже начала присматривать какие-то другие украшения. Я как больная реально на золоте. Серебро я не люблю, а вот золото я прям тащусь. Теперь начинаем сушить волосы. У меня профессионального особо фена нету, какой-то доисторический, который куплен за копейки. Я редко вообще сушу волосы феном, обычно они у меня высыхают естественным образом. Но сегодня я встала немножко позже, чем планировала, поэтому скоро должна прийти Аиша, поэтому надо успеть быстренько высушиться, приготовиться, чтобы всё было на мази. Так, я отсняла мукбанг, вроде все свои дела закончила. Блин, на улице так холодно, и не только на улице, но и в квартире. Я вот в инстаграм вам выложила, что у нас 7 градусов, вам правда не видно, и все начали писать, что 7 градусов это же шара, у нас минус 20, минус 18, 17 и так далее. Я поняла, да ладно, тогда надо добавить немножко газа, и надо переодеться, потому что я прям мёрзну, я не могу, вот я сидела, и это было просто дубео, это было настолько холодео и замерзео. А этот срач нужно убрать, потому что придёт гостья, надо казаться в хорошем виде, что я такая чистоплотная и все дела, а то, что пол ютуба увидит, вот комната в таком состоянии, это ничём, вы свои люди, вот, начнём прибираться. Как всегда, включила свою любимую передачу, у меня она служит просто в виде радио, я просто слушаю. Честно, мне очень скучно одной убираться, и поэтому все свои любимые передачи, интервью и все возможные ролики я просто слушаю, а не смотрю. Делаю свои дела, и параллельно у меня обязательно кто-то болтает. Если вы делаете так же, если я у вас сейчас на фоне, то пишите в комментариях, реально будет очень интересно. Сейчас вот как раз нашла кучу чеков, вот эти все уже пробила, эти ещё остались, хоть какая-то копеечка, да приятная, НДС можно вернуть с помощью аппликейшена, что я сейчас и буду делать. Вот этот вот штрих-код сканируете и возвращаете сумму с каждой покупки. Я очень люблю чистоту, но очень не люблю убираться. Не умею соблюдать порядок, и это главный мой косяк. Вот сегодня я убралась, на следующий день я сейчас монтирую этот ролик, и я смотрю на тот же стол, который я сейчас убираю в видео, и он сейчас опять в плохом состоянии. То есть мне нужно убираться каждый день. Это обязательная процедура, потому что соблюдать порядок я так и не научилась. Беру влажные салфетки, протираю сначала стол, а затем уже и мои все парфюмы. На них оседает очень много пыли, потому что я обычно на этом столе делаю себе коррекцию. Да и вообще открытые полки это сборники пыли. Раньше, когда мама мне об этом говорила, я ее не слушала. Она всегда говорила, что нужно брать шкафы со всеми закрытыми полками. Но я с детства обожаю, когда вот эти все стекляшки, косметика, все видно как будто в магазине. Как будто витрина магазина. А сейчас я понимаю, что она была права. Так, я прибралась уже дома. Голова уже жирная, не знаю, что с ней сделать. И, в общем, я оделась так тепло. У меня здесь одна кофта, две. Потом, знаете, здесь колготки снизу, носки теплые. В общем, я вообще пипец мерзну. Не знаю, с чем это связано. Мама говорит, вроде не так уж холодно на улице, 7 градусов, ребята, 7. Всего 7, плюс 7. Но для нас все равно это очень холодно. Это ужасно холодно. Это прям, знаете, в январе такая погода бывает. Ну что ж в ноябре-то так холодно. Но в любом случае, мне надо будет Аишу сегодня встретить. Я вам не знаю, рассказала или нет. Сейчас должна прийти моя одна поточница. В общем, она группница. Да, точнее, у нас не была одна группа. Ну, в общем, мы в универе с ней вместе учились. И она моя еще и подписчица. Я ее просто обожаю. Очень добрый души человек. Поэтому я решила пригласить ее ко мне. И мы снимем мукбанг. С минуты на минуту она уже должна прийти. У меня уже все готово. Странно, я все успела. Обычно в попыхах, знаете, ничего не успеваю. Сегодня как-то все пошло по плану. Все потому, что я встала рано. Надо всегда вставать пораньше. Купила пару напитков, сгоняла. Фрукты. Чтобы все у нас здесь было. Обычно напитки лежат здесь. У меня такой клад, чтобы никто не знал. Тут эти винишки и все дела. И вот такой вот порядок у меня получился в комнате. Единственное, этот мусор надо выкинуть. А так все прям идеально. Короче, я уже иду встречать моего пупсика. Я, к сожалению, не увидела, когда она мне написала, что она уже близко. Поэтому она меня ждет. Я ей уже сказала, в какую сторону нужно будет идти. Блин, так холодно. У меня же носик замерзает. Идем встречать. Давно мы с ней не виделись. Она говорит, я поправилась. Туда-сюда рассказывает про себя. А про себя мне нечего рассказать ей. Потому что она и так, и так все это знает. Я ей элементарно рассказываю какую-то историю, которая произошла недавно со мной. Она говорит, я это все знаю. Я видела видео. Я видела мукбанки. Нету смысла рассказывать. Звоню, звоню. Она не берет. Я ее вижу. Аиша, ты меня не видишь. Я тебя столько машу. Посмотри прямо. Прямо посмотри. Видишь? Ну, в какой короткой куртке голубой я стою. Не то, что голубой, бирюзовый. Ладно, я иду к тебе. Я тебе сколько отсюда кричу, чтобы не переходить дорогу. Давай. Идет. Опять свет мигает. В общем, хочу вас... Я уже против? Ты уже против? Я хочу вас, ребята, познакомить со своей одногруппницей бывшей. Всем привет. И по совместительству со своей подружкой Аишей. Да, 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 села. Мы сняли уже видео с Аишей. И теперь у нас будет, как сказать, фрукты, десерт. Еще чайочек. Да, но это уже не в кадре, а за кадром, так скажем. Я еще влог снимаю. Мама, мне влог. Продолжение банкета. Нет, нет, пожалуйста. Посидели мы, значит, от души поболтали с Аишей. Спасибо большое, было все очень вкусно. Нет, за что, приходи еще. Зови меня к себе. Обязательно. Я приду. Сейчас я, значит, пойду провожать Аишу и уже придется нам прощаться, потому что комендантский час. Все эти правила вынуждают нас. Короче, я проводила Аишу. Зашла в ТикТок и опять наткнулась на видео. Все, в общем, опять поплакала. Меня, честно, очень тронуло это видео. Я и вчера весь день плакала. И сегодня, как азербайджанский солдат, он, кстати, по национальности еще и лесгин, 4 часа на поле боя, он истекал кровью и ждал помощи. И, к сожалению, скончался. Я вам в инстаграме выложила. Вот, но в любом случае, не знаю, прям меня это тронуло, прям за живое. Я прям не могу. Я когда вижу эти видео, мне реально так фигово становится. И по моему мейку вы можете понять, что я плакала. В общем, на этом все, мои хорошие. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. Берегите себя. С вами Блайка Эмили. Всем.